Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Натальи Юсуповой в начале выпуска коротко о главном. Мы не ожидали вообще, что люди нас так примут, что такое вот отношение к нам по-человечески. Мы думали там, что мы никому вообще уже не нужны. Встретили, как родных около 80 беженцев с Украины размещены в санаториях Нальчика. Разруха в переходе. Тут бывает и темно, тут бывает и туалет, и собаки, и мусор. Почему жители Чигема короткий путь обходят стороной? Сезон начался с вопросов. Треть высокогорных пастбищ республики осталась неудел. Сегодня поздней ночи в Кабардино-Балкарию прибыли первые автобусы с беженцами с юго-восточной Украины. Около 80 человек, почти половина из которых дети, их встретили на границе со Старопольским краем и сопроводили в санатории Нальчика. Затем, как это происходило, наблюдала наша съемочная группа с подробностями Осман Казаков. Девятилетний Максим с недавнего времени стал распознавать марки самолетов. Его родной Луганский, близлежащие села уже несколько дней подвергаются массированным атакам авиации Украинской нацгвардии. И все чаще бомбы попадают в жилые дома. Истребители летают, бомбы сбрасывают. Детей уже даже свет камер пугает. Видимо, принимают его за вспышку зажигательной бомбы. Украинская нацгвардия мирное население не щадит. Чтобы остаться в живых, Виктория с маленьким Матфеем, как и все остальные, бежала, бросив на житое. Успела взять лишь документы и несколько вещей. До границы с Россией добиралась, рискуя попасть под обстрел. В Луганской области у Виктории остался отец, за которого сильно переживает. И она надеется, что в Кабардино-Балкарии, в тишине и покое, хоть на миг удастся забыть об ужасах войны на Украине. Большая часть людей поймет. По-моему, киевская власть вообще ничего не думает, потому что там, походу, уже больше нечем думать. Умные люди не убивают детей, не обзывают свой народ террористами, сепаратистами. Ну и, по крайней мере, понимают, что такое детство и не лишают его. Мы очень благодарны вашему гостеприимству, вашему государству за то, что у вас люди более добрые и отзывчивые. Валентина Стушко с семьей не спала две ночи подряд. Говорит, грохот от падающих снарядов стоял неимоверный. Опасаясь за свою дочь, женщина покинула Луганск. Бомбят, не прекращают, и страшно очень, страшно очень. Просто страшно за детей. Такое чувство, что нас вот хотят уничтожить. Держа в руках нехитрый скарб, что успела наспех прихватить, женщина благодарит жителей республики за радушный прием. Мы не ожидали вообще, что люди нас так примут, что такое вот отношение к нам по-человечески. Мы думали там, что мы никому вообще уже не нужны. До России добраться помогли бойцы народной самообороны. В Ростовской области беженцев уже поджидали два автобуса из Кабардино-Балкарии. И спустя примерно семь часов представители республиканских властей колонну встречали на границе КБР со Ставропольским краем. Сделав возле озера Тамбукан кроткую остановку, автобусы двинулись прямиком в Нальчик. По прибытию в столицу детей из Украины и сопровождающих их взрослых оперативно разместили в санатории лебедь. И тут же окружили вниманием и заботой. Господобно. Остановка очень красивая, очень чистая. Мы просто в восторге. Приводите себя в порядочек и сразу чуть поужинаете, чай попьете и все, отдыхаете. Если кто-то из жителей Луганской области захочет остаться в Кабардино-Балкарии насовсем, мы решим это в рамках федерального законодательства, отметил министр. Вопросами получения гражданства, расселения, дальнейшего трудоустройства беженцев будет заниматься оперштаб, созданный по поручению Юрия Кокова. Это была первая группа беженцев с юго-востока Украины. Кабардино-Балкария готова принять 500 человек. Осман Казаков, Заур Гедуев, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария. К другим темам. Сегодня состоялось заседание Президиума Парламента КБР. Депутаты рассмотрели законотворческие инициативы и обращения коллег из других регионов. Среди документов, получивших положительный отзыв, обращение ЗАГС-собрания Новосибирской области в адрес президента о совершенствовании системы ЖКХ, обращение Госсовета Чувашии к российскому премьеру по поводу социальных норм потребления электроэнергии. Парламентарии также поддержали предложение белгородских законодателей о господдержке отечественного садоводства. Оно направлено в Госдуму. В Жанхотека подсчитывают убытки, причиненные стихией. Накануне днем в селе прошел ливень с градом. За какие-то 10 минут землю словно накрыло белым покрывалом, говорят жители. Пострадали при усадебной участке. Градины величиной с копеечную монету побили овощные грядки и еще несозревшие фрукты. С последствиями стихии предстоит справляться и крупным хозяйством. Здесь кукуруза на зерно. Мы посадили 24 гектара. Это самый первый участок, который мы посадили. Он был самый высокий из-за этого. Мы думаем, он больше всего пострадал. Те участки не такие высокие были, и они меньше пострадали. Власти Жанхотека сейчас собирают сведения о причиненном ущербе. В районном управлении сельского хозяйства говорят, сохранить урожай поможет усиленная подкормка. Но проводить ее аграриям предстоит за свой счет. Продолжаем. Рособорнадзор перепроверит все работы, получившие на ЕГЭ 100 баллов, сообщает сегодня известие. Напомню, основной этап выпускных испытаний начался 26 мая. А сегодня последний резервный день. Выпускники сдают математику. Количество стобальных работ по сравнению с 2013 снизилось в несколько раз, отмечает издание. К примеру, максимальную оценку по математике в стране получили 64 выпускника. Тогда как в прошлом году их было 500. Рособорнадзор связывает это с повышением честности процедуры сдачи ЕГЭ. Однако в ведомстве все еще не исключают, что кто-то из школьников смог воспользоваться шпаргалками. А потому под ревизию попадут сами стобальные работы, а также будут изучены записи с камер видеонаблюдения. Проверят их и тех, кто получил больше 80, но уже выборочно. Тем временем наблюдатели прогнозируют снижение проходных баллов в российские вузы из-за ухудшения общих результатов ЕГЭ по стране. Спускаться опасно. Обходить долго подземный переход в центре Чигема давно уже стал головной болью для местных жителей. Ветхость сооружения усугубляется мусором и нечистотами. А ведь поблизости школа и детский сад. Кто и как должен решить эту проблему, выясняла Нуржан Кубазиева. Один из четырех подземных переходов в Кабардино-Балкарии находится в Чигеме. Сооружение было построено еще в советские годы. Рядом школа, детский сад и спорткомплекс. Ходят в основном дети и их родители. В последние годы пришли в негодность ступени, парапеты и особенно бетонные перекрытия, которые пропускают воду. В дождливую погоду только с зонтиком льет, как на улице. И такое вот состояние, что вот это вот-вот упадет. Это же сырость постоянная. Тем более весь май и вот июнь, вот эти вот дожди. Здесь постоянно лужа. Освещение в подземном переходе – отдельная тема. По словам пешеходов, лампочки здесь появились всего месяц назад. До этого людям приходилось подсвечивать свой путь телефонами или фонариками, а зимой или с наступлением темноты – искать обходные пути. А если ночью, то стараемся дойти до Ленина или до Октябрьской, ну, квартала, и переходить через трассу. Страшно зимой. Ужасное состояние, если честно. Тут бывает и темно, тут бывает и, грубо говоря, туалет, и собаки, и мусор, и все. Подземный переход находится на трассе «Кавказ» и стоит на балансе подразделения федерального ведомства – филиала управления дорог «Северный Кавказ» КБР. Представители организации сообщили, что накануне объект обследовала комиссия из работников муниципалитета и дорожников. В итоге принято решение о внеплановом ремонте. Конкретно идет речь о ремонте ступеней. А вверху там есть протечки влаги, вот, инъекциями жидкими стеклом будет упразднено. Ну, у нас подрядная организация следит. Мы ее наказываем, если обнаруживаем недочеты, понимаете. Ну, с моей точки зрения, население должно, так сказать, немножко относиться к чужой собственности, с уважением, хотя бы, к федеральной собственности. В последний раз капитальный ремонт в подземном переходе, по словам жителей соседних домов, проводился в начале 2000-х. Как говорят чигемцы, прождав 10 лет, они готовы ждать еще 10 дней. Именно в эти сроки дорожники обещают уложиться. Муржан Кубадиева, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. Сезонные ограничения для большегрузных автомобилей вводит «Росавтодор». В жаркую погоду, начиная с этого, в воскресенье и до конца лета, фуры смогут передвигаться по федеральным трассам только ночью. Приказ и подробный список дорог, где будут действовать ограничения, опубликован на сайте ведомства. Главное условие дневного запрета – температура воздуха выше 32. В такую жару дорожное полотно не выдерживает и начинает плавиться, отмечают специалисты. На опасных автотрассах установят специальные знаки, а к нарушителям будут применять административные меры. Кроме того, ограничения коснутся регионов с неблагоприятной паводковой ситуацией. Местные управления дорог могут вводить запрет для грузовиков, пока будет сохраняться угроза разрушения полотна от проезда тяжеловесов. Молодежь Кабардино-Балкарии впервые в современной истории издает нормы ГТО. Уровень спортивной подготовки подрастающего поколения проверяли на Спартакеаде курсантов автошкол Республиканского ДСАФ в Урванском районе. Чтобы получить золотой значок ГТО, нужно подтянуться не менее 15 раз, пробежать 100 метровку за 14 секунд, метнуть гранату на 38 метров, 18 раз отжаться и набрать 40 очков в стрельбе из пневматической винтовки. С поставленной задачей справились не все. Как подчеркнул военком Республики Евгений Харламов, введение норм ГТО позволит отбирать в ряды вооруженных сил наиболее крепких и физически развитых ребят. Эти нормы взяты еще с советского прошлого, и я считаю, что это правильно. Каждый молодой человек должен готовить себя в физическом отношении, не то как службы в армии, что само собой разумеющееся, но и вообще взрослой самостоятельной мужской жизни. Напомню, комплекс норм ГТО будет введен в Россию уже с 1 сентября. Предусмотрена сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах, начиная с 6 лет. Ну и пока это вся информация. Следующий наш выпуск смотрите в 17.45. Не пропустите. Субтитры создавал DimaTorzok